Вот так мы в этих Америках и живем. Питаемся одними макаронами. Еееее! Доброе утро! Говорят, интернета нету, извините. Ну что, пойдем за чаем? Иди, господи, на солнышко, давай на солнышко, конечно, а то замерзнешь. Он еще малюсенький, смотри, смотри. Еще меньше, господи. Сколько вас там? Тараканы. Слышишь, какие они звуки издают? Они там живут, у них там гнездо. Нет, в магазин точно не надо ходить. Ты накупишь себе всякого. Вот, например, шапочка-горшотик. Как вам шапочка-горшотик? Боже мой, уберите детей от телевизора. Ну вот это же вообще просто безобразие. А я говорила, что кошки считают коробку непосредственно вещью, которая приносится в дом только для них. Утро, доброе утро, доброе утро. Приглашаю вас провести с нами один день. Понедельник, 3 декабря. Просыпаемся, собираемся. Сегодня нам на работку. На работку, на работку, на работку. Да, Сильда? Сильда. 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 Да, кофе в Америке интересный, скажем так. Я пью кофе, как настоящий техасец с техасскими реками Пекхан. А это наш с Тильдой завтрак. Для меня йогурт, а для Тильды паштетик. Ну иди, иди завтракать. Иди, Тильдоська. Иди. Кушать, Кушать, Тильда. Кушать, Тильда. Ну и вы уже знаете, что наш зеленый спонсор, это, как всегда, магазин iHerb, который дает нам возможность пить свежевыжатый сок из 30 разнообразных фруктов и овощей. Быстро, просто. Просто добавь воды, что называется. Меньше минуты на то, чтобы получить порцию сока из всяких разнообразных фруктов, корнеплодов, углеводов и всего остального. Всегда главная трудность, только размешать это достаточно, чтобы все взбилось. Готово! Очень рекомендую. Green Food, Green Vibrance, Green Whatever. Их очень много на iHerb. Банки хватает на месяц. После открытия банку нужно хранить в морозилке. И завтрак готов. Так, что у нас сегодня будет на обед? На обед у нас будет супчик. Спрашивали, что там генеральше себе готовит? Вот я вам показываю мой супчик. Куриный бульон, картошка, морковка, сельдерей, лавровый лист. Будет у нас сегодня обед. Самое страшное, конечно, в течение дня проголодаться. Поэтому идея хорошего запаса на день у меня следующая. Это, конечно же, основное блюдо. Супчик. Кошка. Нет, кошка не поедет. А набор разнообразных закусочек, перекусочек. Сыр, ветчина, авокадо, мандаринов. Как-никак у нас новогодний сезон. Еще одно авокадо. Второй завтрак. И хлеб. Не поверите, методом долгих проб и ошибок наконец-то нашла дрожжевой хлеб. Настоящий хлеб со вкусом детства. Подсушенный в тостере с кусочком масла. Это просто какой-то улет башки. Ну и наше любимое утреннее развлечение. Alexa, play Michael Bublé. Shuffling songs by Michael Bublé on Amazon Music. Вот так и начинается у нас утро в нашем доме. А за окном у нас даунтаун. Доброе утро! А тут у нас кто сидит? Хранитель кольца. Примиряется к моим украшениям. Видите, какой мес и бардак вообще. Надо придумать какое-то средство хранения, потому что вот это вот уже все просто невозможно. Безобразие. Так не должно быть. Все должно лежать в красивых ячеечках. Разложенное, развешенное, доступное. А не вот так вот разбросанное. Ну займемся этим чушь. Да, Тильдуська? Займемся? Ну не сегодня. Сегодня только самый главный амулет. И на работу! На работу, Тильдуська. А с соседями у нас, что называется, война дверей. Мы соревнуемся в украшениях. Коврики, цветочки, дверные навесочки. Мне тоже надо к Рождеству что-то уже сюда нарядить. Вот так вот утром выхожу и иду на работу, на работу, на работу. Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Кнопка для открывания дверей. И вот так вот по дороге в гараж я всегда делаю. Е-е-е-е-е! Доброе утро! Гараж у нас в шесть этажей. Можно пойти по лестнице. Нужно поехать на лифте. Догадайтесь, что я выбрала. Гаражей у нас места достаточно. И даже при 75-процентном заполнении жилого комплекса мест на третьем этаже достаточно. На четвертом вообще все свободно. То есть с парковкой проблем нет никаких. Но это у нормальных людей. А у меня каждое утро, почти каждое утро начинается одна и та же песня. Где моя тачка, чувак? Обычно, когда я в будни приезжаю в одно и то же время, около пяти вечера, я паркуюсь в одном и том же месте. Но выходные, и если у меня какие-то дела по вечерам, и я приезжаю поздно, то паркуюсь я в каком-нибудь другом месте, в разном. И на утро, конечно, старческий мозг отказывается просто, отказывается вспоминать, где же машину оставили. Да, можно заплатить и иметь одно постоянное место, которое будет привязано только ко мне и к моей машине. Стоит 75 долларов в месяц. И что подумала, подумала, и подумала, и поняла, что я найду, куда эти 75 долларов в месяц потратить эффективнее. Вот там впереди, видите, таблички. Вот это номера, кому-то машинами ста присвоены. Ну, будем мозг упражнять. Запоминать каждый раз, где припарковались. Знаете, эти упражнения для пожилых людей, когда у них наступает уже забывчивость, им рекомендуют останавливаться после того, как они совершили какое-то действие, и проговаривать это. Я воду выключила, я газ закрыла. Так и я. Машину я сегодня оставила на четвертом этаже. Так, выезжаем, выезжаем. До работы нам ехать 35 минут. В это время с нами будет Стивен Кинг и последняя моя находка в Finder Keepers. Поехали! Город просыпается, мафия засыпает. Или как там говорят. Все для вас, дорогие мои зрители. Ну, все для вас. Просто зрелищный даунтаун, трамвай. И мы едем такие на работу. У-у-у! 7.33! Сегодня уложились за 31 минуту. Приехали! Работа, работа! Перейди на Федота! С Федота на Якова! С Якова на всякого! Ну, что, поправляемся работать? Вот так вот придешь с полным желанием работать. А там говорят, интернета нету, извините. Ну что, пойдем за чаем? В офисе тишина. По утрам у нас хорошо. Никого нету. Придешь вот так вот. Все в твоем распоряжении. Кухня. Я рассказывала вам уже, что у нас два холодильника. Один холодильник вот с этой вот газированной гадостью. Ну, а второй холодильник с едой. Сегодня понедельник, и пока еще никто не прибыл и свою еду не привез. Но часам к десяти здесь будет не протолкнуться. Микроволновка раз, микроволновка два. Две маленькие печечки. Две маленькие печечки. Да-да-да, не удивляйтесь, народ даже готовит что-то в этих духовочках. Тостер. Часов в одиннадцать я сделаю здесь свой хлеб. Ой, как вкусно. Ну, посудомойка, само собой. Посудомойка – это наше все. Везде и всегда. Все помытое, чистенькое, готовенькое. Ну, и, собственно говоря, чай. А вот здесь вот по правилам законодательства об охране труда прямо на самом видном месте повешены все правила о дискриминации, о минимальной оплате труда, о том, куда сообщать о несчастных случаях на производстве, о том, сколько раз в месяц и в какие дни у нас зарплата. Оказывается, это тоже должно быть указано на видном месте, все должны об этом знать. Про детский труд, про кормящих матерей. В общем, всё на свете. А вы знаете, что в Шотландии доктора начали прописывать своим пациентам прогулки и хайк официально как средство от депрессии, от ожирения и от многих других заболеваний? Мы, конечно, не в Шотландии, но мы уже давно нашли свою собственную форму разгружения эмоционального багажа и чувствование себя хорошо. Мы ходим гулять. У меня есть подружка, которая живёт от меня недалеко. И вот мы совмещаем обеденный перерыв и прогулки. Сейчас она приедет, и мы с ней как пойдём разгружаться. А на работе? На работе ничего такого не произошло за полдня, рассказывать особо нечего. Пойдёмте лучше гулять. Вот когда плохо, да, когда поднимаются какие-то чувства из детства, обнимать, гладить себя. И второе очень мощно. Ты моя хорошая, ты моя сладкая, я тебя люблю. You say. Ты безопасность. Я тебя люблю. Ты безопасности. Ну и, в общем, любые слова. Вот это очень хорошо действует на соматическую систему, на нервную систему. Потому что когда мы... Допустим, когда вот люди влюблены, да? Они друг друга держат. Вот это вот то же самое. И мозгу всё равно. Это кто-то делает или мы сами себе не делаем. А вот мы пришли. Что может быть лучше, чем в середине рабочего дня вот так выбраться и потусоваться на природе? Белок не кормить. Это не белка. Колония этих нутрий живёт в этом парке уже 4,5 года. Ну да, вот сколько я работаю в этой компании и бываю здесь. Вот они здесь только и живут. Конечно, это уже, наверное, 115-е поколение. Не имею представления, какой у них срок жизни. Вот живут. Никуда отсюда не уходят. Тусуются. Моются. Выпрашивают еду. Вон, вон, вон. Плывёт, плывёт, плывёт. Такая, что дают? Смотри, есть что-нибудь? Семки есть? А если найду? Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вот такой у нас тут парк. Хочешь, бегай. Хочешь, прыгай. Хочешь, просто гуляй. Что мы сейчас и делаем с Галей. И разговариваем о жизни. Который из них? У них есть ещё здесь совсем один малюсенький. Не знаю, где он сегодня. Где маленького оставили? С няней? Маленького с няней оставили? Черти. Вот так. Шею тоже надо помыть, конечно. Смотри, локти моет. Мыло дать? И голову, конечно. И голову тоже надо помыть. А как же? Мне кажется, он представление устроил, Галь. Может быть, он зажрать. Ну да. Типа, смотрите, какой я миленький. А теперь дайте мне что-нибудь. Голову. Голову помыть. Голову помыть. Почесаться. Вот он малюсенький-то, смотри. Его, наверное, мама купаться не пустила, сказала. Вода холодная, сиди на берегу. Ну, мокренький. Такой взъерошенный. Мамочка, у вас ребёнок непричесанный. Вообще, надо следить. Это старший сиблоник. А то придут органы опеки, скажут, ребёнок неприсмотренный. Сейчас звонить будем. Уйди, господи. На солнышко, давай, на солнышко, конечно. А то замёрзнешь. Он ещё малюсенький, смотри, смотри. Ещё меньше, господи. Сколько вас там? Тараканы. Слышишь, какие они звуки издают? Они там живут. У них там гнездо. Вот теперь мы знаем, где они живут. И вам рассказали, вы только никому не говорите. Часто спрашивают, что там у вас на работе происходит. Просят рассказать про работу. Чё особо про работу рассказывать? Она есть. И это одно из главных преимуществ. На работе есть окно. У него всегда всё видно. А в остальном тестируем приложение, ловим букашек. Как-то вот так. Наступило время последнего перекуса перед выездом домой. На перекус у нас авокадо с перчиком и солью. Уже это с вами обсуждали в инстаграме. Оказывается, авокадо имеет неоспоримую массу разных преимуществ. И если употреблять один авокадо в день, то будут блестящие, пышные волосы, сверкающая кожа. И он даже повышает либидо. Угу. Натуральный афродизиак, оказывается. Один раз в 150 лет неизбежно приходится заходить в магазин. Ох, не люблю я магазины. Но некоторые вещи не знаешь даже, как их находить и покупать онлайн. В магазине вроде как уже всё знакомо. Знаешь, в какой угол идти. И я вот это вот особенно люблю в Америке, что три года назад я вот в этом углу купила штанишки себе а-ля вельветовые, такие бархатистенькие, очень комфортные, с абсолютным стопроцентным стрейчем. И вот сейчас они точно так же тут же есть в этом же самом углу. Та же самая марка, та же самая модель за те же самые деньги. Где они у нас? Вот они у нас, штанишки. Тёмно-синие или чёрные? Тёмно-чёрные. Ещё и красные есть. Нет, в магазин точно не надо ходить. Ты накупишь себе всякого. Вот, например, шапочка-горшотик. Как вам шапочка-горшотик? В этом году со всеми этими похолоданиями я даже хожу и посматриваю на перчаточки. Хотя никогда, ещё ни разу здесь они мне в Америке не пригодились. 75 долларов? С ума что ли сошли? Три дня носить в году за 75 долларов. Обалдели совсем. Обалдели. Показать я вам хотела вовсе не это, а показать я вам хотела... Вот такие штанишки, бархатистые. Есть даже зелёненького цвета. Ну, дорогие собаки! Сто долларов. Ну, куда это годится? Сто долларов за штанишки? Нет, обойдёмся. Будем без штанишек ходить. Что нам ещё надо с вами здесь? Нам надо ещё что-нибудь полезное. Как говорил пёс Шарик, чтобы купить что-нибудь полезное, надо продать что-нибудь полезное. А у нас денег нет. О, абсолютно-абсолютно-абсолютно рождественская тема. Пижамы, халатики, носочки. И это совсем не шутка. Специально для дня 25 декабря, когда утром просыпаются, все и спускаются к ёлке, люди покупают одинаковые пижамки, комплектики. Выходят к ним, в них к ёлке садятся и разбирают свои подарки. А мне нужно что-нибудь вот такое. Да, пожалуй. В таком бы я спустилась к ёлке. Простите, трусиков не прилагается. Спускаемся к ёлке без трусиков. И вот ещё. Вот в таком бы я тоже спустилась к ёлке. Но, как говорил в том же небезызвестном мультике Пёс Шарик, в нашей деревне вам больше подойдёт концертная телогрейка и концертные валенки. Потому что в американских домах нет никакого вам центрального отопления. Электричество экономят, дрова экономят, поэтому спускаются к ёлке обычно в чём-нибудь вот таком. В халате и в тапочках. Заведение называется Great American Cookies. Огромные американские печеньки. Такие печеньки-печеньки. Хорошо, что я сладкого не ем. Сегодня в этом царстве наживы. На удивление тихо и спокойно. Потому что это понедельник А и Б. Всего лишь 4.15. Вся вакханалия начнётся немножко позже. Но я успеваю раньше других сделать все свои дела. Наш путь лежит с вами в косметический отдел. Где мы будем искать тональный крем по заказу. А наш путь лежит в косметический магазин Sephora. Смотрим-посмотрим. Я только что сказала яси. Господи, боже мой. Вот так вот говорю с вами по-русски. С ними по-английски. Всё поперепутала. Так. И ты. Так. Вот мы её нашли. По специальному заказу. Кто заказывал, скоро получит. Второй раз за мою блогерскую карьеру меня попросили выключить камеру в магазине. Я им делаю рекламу, рекламу. А они говорят, у нас нельзя записывать. Не всё можно. Я русская. Примерно вот такое у нас и носится на Рождество. Какое. Скажите, а сиреневый вот этот цвет только до нас дошёл? Или по всему миру сейчас безумие с сиреневым, фиолетовым и бордовым? Вот в моём любимом магазине White House Black Market тоже помешаны все на сиреневом. Далеко, что мне ничего не надо. Как хорошо, что мне ничего не надо. Я только вот так и спасаюсь во всех этих прибежищах разврата. Гипнотизирую себя словами. Мне ничего не надо. У меня всё есть. Ой, какой хорошенький свитерок. У меня всё есть. Мне ничего не надо. Вот так вот шоппинг примерно и закончился. Упаковкой подарочного тонального крема. Купленными штанишками. И бежать отсюда скорее, бежать. Пойдёмте ёлку смотреть. Ёлки, по крайней мере, не хватают за руки. И не кричат, купи меня, купи меня. А нет, не получилось уйти безболезненно. Попалась мне Victoria's Secret. Вы же знаете, что трусов много не бывает. И здесь тоже, как вы видите, безумие пижамы всяких клеточек. Здешние пижамы немножко более интересные. Если в такой пижаме к вам кто-нибудь спустится, может быть, вы даже как-нибудь на это отреагируете. Смотрите, через сколько времени нас попросят выключить камеру. Боже мой, уберите детей от телевизора. Вот это же вообще просто безобразие. О, а тут было дело в последнем стриме. Меня спрашивали, сколько стоят женские туфли. Давайте посмотрим, сколько стоят женские туфли. 180. Хорошие туфли, наверное. Вот блестященькие. 110. Ну да, примерно так. 180, 110. Сапожки. В то редкое время в году, когда можно у нас купить сапожки. А сейчас ставишь сапожки. 99,99. Опять бордовые. Хорошенькие красные босоножечки. Хорошенькие? Хорошенькие. 160. Мать моя женщина. Чтобы я так жил. А вот с перьями. У-у-у. Мать моя женщина. 180. Я не знаю, не знаю. Я нашла бы куда-то поинтереснее эти деньги потратить, чем на сапожки или на такие босоножки с перьями. 77. Страшненькие. Ай, это вот какое богачество. 99. Налетай, подешевело. Нет, спасибо. Я хорошо. Спасибо. Конечно. Конечно. Спасибо. Какая мне нужна, может быть, тут помощь. Выведите меня отсюда побыстрее. Вот и вся помощь. Вот как куплю серебряные туфли. Джессика Симпсон. Всего-то за 59 долларов надо брать. И красные, и серебристые. Телесного цвета. Такие туфли в хозяйстве всегда пригодятся. Представляете, спускаюсь утром к елке в тех трусиках из Виктория Сикрет. Ты в таких туфлях. Санта Клаус меня сразу с собой заберет. Скажет, детка, я ваша навеки. What's the deal with leopard? Леопард. Что происходит? Что за вообще за обсессион с леопардом-то? Кошмар какой-то. С чем леопарда носить? Срочно поделитесь в комментариях. Остановите видео и расскажите мне, с чем вы носите леопарда. Судя по тому, что его так много, это тренд. Я опять все пропустила. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, вот так вот, мимо-мимо-мимо-мимо, выходя уже из обувного отдела через ортопедическую обувь для людей старшего возраста. С минимальными потерями покидаем магазин. Наш путь лежит к елке. Надеюсь, что в строительном магазине на меня никто не будет напрыгивать и кричать. Купи меня, купи меня. А это магазин Лоэс, один из крупнейших продавцов товаров для ремонта, сада, огорода и всего остального. Именно у них я украла девиз. Never stop improving. Никогда, никогда, никогда не переставайте улучшаться. Так, первым делом пойдем зайдем в отдел с елками. А в отделе с елками у нас веселуха. Веселуха, веселуха. Какую же елку-то взять? В прошлом году у меня был очень хороший опыт с елкой. Она стояла у меня до Дня Святого Валентина, до середины февраля. Почти не осыпалась. Правда, вытаскивание елки из дома было тем еще развлечением, потому что в процессе вытаскивания она, конечно, вся осыпалась. С учетом того, что живу я теперь на 12 этаже и тащить ее придется через лифт, наверное, мы остановимся на вот такой маленькой елочке. Тем более, что продаются они сразу уже с подставками. Вуала! Как говорится, God bless America. Ииии! Всего лишь 20 долларов. Можно уехать домой с елкой прямо сейчас. Надо подумать. Хочется-то большую. Даня, ну зачем тебе большая елка? Что ты с ней будешь делать? Ну очень хочется большую елку на потолках. И плюс еще у меня была безумная мысль посмотреть все-таки искусственную. Садовый центр вообще, конечно, выглядит очень забавно. В эти декабрьские дни. Как вы видите, это все под открытым небом. Вот он наш хьюстонский климат, наши хьюстонские реалии. Анютины глазки. Та самая капуста в бесчисленных количествах. Бабуля бы сказала, не завязались вилочки. Плохой сорт. Пуансетии. Пуансетии очень-очень-очень популярны. Их покупают тоннами пачками, вазами. Везде ставят сейчас. Они горят огнем буквально. Разнообразные цветуечки, которые выдерживают зиму. Конечно же, цикламены, которые любят холод. Как мне нравятся цикламены. Ну и прочие разные зеленые деревья, кусты, герань. Что хочешь. На любой вкус, цвет и кошелек. Даже традисканцы. Ну, в общем, операция елка. Не знаю, подумаю еще пару дней, пожалуй. Буду держать в уме эту маленькую елочку. 20 долларов, и у тебя есть елка, Таня. Что тебе еще надо? Пойдемте внутрь. Мне нужны специальные приспособления для крепления картинок на стены. О, а тут-то какая красота и благодать. Вот она, моя елка. Да, тут тоже. Нет, искусственную точно не хочу. Куплю живую. Елка voice activated. Можете себе представить? Ей можно давать команды. Она будет по-разному мигать. White fade. White fade. Я знала. Мой акцент никто не понимает. Даже елка. А я пришла сюда вот за такими штуками. Самоклеящиеся полоски, которые позволяют клеить на стену, не втыкая никаких гвоздей и никаких крючков. Это одно из условий проживания в нашей квартире. Не делать дырок. А у меня там есть кое-что повесить. Наверное, большие нам подойдут. Самое лучшее время дня. Самые лучшие события моего понедельника. Домой. Знаете, что кошки каким-то образом догадывают за нашим приближением. Вот как она знает, что я уже иду. И вот она меня уже ждет под дверью. Скажи, вот как ты это знаешь? Ну скажи. Скажи, как ты это знаешь? Кто тебе сказал? У тебя радар? Не. Утильды радар. А я приехала домой. А мне говорят, спуститесь вниз, вам посылка. А хербчик что-то мне привез. Идем домой, сейчас будем открывать. Ахерб. А я говорила, что кошки считают коробку непосредственно вещью, которая приносится в дом только для них. Конечно. Но с этих коробок по всему дому. И Тильда с ними вот так вот развлекается. Покупки, конечно, тоже надо оценить. Че уж там. А вот мы тут с моим верным сурком что делаем? Часы будем сейчас вешать. Вот такие у нас есть часы, которые абсолютно, видите, в стиле, в цвете дивана и всего остального. У часов есть на обратной стороне специальная штука. Но, как вы помните, дырки делать в стенах нежелательно. Поэтому сейчас мы будем экспериментировать с модными американскими наклейками. Я вам покажу уже результат. Общая идея такая. Мы сейчас обратную сторону заклеим ровным слоем по вот этому ободочку. И потом прилепим это все делаю на стену. Поехали! Так, последнее. Как вы видите, одна сторона и вторая сторона сцепляются. Теперь все, что нам останется сделать, отделить все эти наклеечки. Вот этот слой тоже клейкий. И последним шагом мы это все дело будем клеить на стену. Тильда, смотри, прилипнешь. Ваши кошки участвуют в домашних работах, в приклеивании часов на стену? Моя вот участвует. В нашем деле самое главное что? Правильно, тайм-менеджмент. Пока у меня здесь загружается, обрабатывается последнее свежее видео, собранное из эпизодов от других блогеров, которые сделала Оксана Алабама, я тем временем делала кое-что еще. Можно записывать видео и отправлять соседям. Битва дверей продолжается. Вот так я дверь украсила. Гирляндой и такой малюсенькой елочкой. Притомились мы что-то с Тильдуськой за этот вечер. Решили немножечко чаечку. Новый сериальчик у нас. Клоусер. Кстати, рекомендую. Очень-очень классная штука. Рекомендую. И чаечек рекомендую. И вообще, и кошку. Очень рекомендую. Сейчас мы немножко отдохнем. Часы висят. Видите? Часы висят. Ура! Мы немножко отдохнем. У нас еще сегодня одно очень важное дело. Хорошо, друзья. Как я и обещала, сегодняшний выпуск, один день из моей жизни, совмещаем с выпуском с генералом на кухне. У нас с вами индейчий фарш, сельдерей, чрезмельченный лук и чеснок, красный перец и томаты в собственном соку, измельченные до состояния полукашки. Сюда же у нас пойдет розмарин, орегано понемножечку, оливковое масло. Оливковое масло. Очень вкусно! Это стоп-систоп. Возьмем кухню! Сейчас идет идет под контролем. Просто сделаем ее вверх. И такси, что цель-мужченный, стоп-систоп. Возьмем кухг. И такси! Возьмем кухг. Возьмем кухг. Это собр casка-то. Гавя-банды. Возьмем кухг. ассистент пришел с проверкой здесь все в порядке мы справляемся спасибо и все вся готовка заняла у нас минут 15 макароны конечно еще довариваются но сейчас когда они будут готовы я их совершенно традиционным способом отолью добавлю маслица часть смешаю вот с этим вот ингредиентом часть оставлю потому что ох опять получилось ведро и будет нам счастье на ближайшие три дня время половина десятого ощущение что уже половина первого вот я сегодня отожгла наварила еды на целую роту записала 40 эпизодов для видео про один мой день смонтировала видео которое уже было записано наверное я заслужила теперь отправиться в кроватку кроватка ждет кроватка ждет кое-кто тут уже по кроватке скакал как конь почему кошки так любят скакать по кровати скажите вас тоже скачут и у меня хорошо на этом у нас стиль до сегодня все спасибо вам что провели этот день с нами любые комментарии замечания предложения только приветствуется видите вот там на башне уже зажгли рождественские огни и вот там тоже вся столица украсилась флагами хорошо тем кто ложится спать спокойного сна обнимаю вас всех на связи далеко не уходите впереди еще столько много интересного пока пока а